Привет, с вами Каска. В этом ролике я тебе расскажу, как слегка повысить FPS в Overwatch 2, а также избавиться от лагов и фризов. Покажу настройки графики для слабых и более мощных систем. Но и не менее важно это, как поиграть в Overwatch 2 абсолютно каждому. Тайм-коды в описании, приятного просмотра. Первое, что мы делаем, залетаем в игру, нажимаем Escape, настройки, первая вкладка видео. Режим экрана, ставим полный, экран, разрешение, пас, отношение к твоему монитору. Если ПК у тебя очень слабый, но есть большое желание поиграть, есть один очень народный и проверенный способ, это понижение разрешения. Допустим, поставить 1280 на 800, либо его аналоги. Поле зрения. Если судить по моим тестам, разница между 80 и 103, около 10 кадров. Играть, конечно, на 80 не очень приятно, но смотри сам. Динамичный масштаб прорисовки. Для видеокарт 1070 и ее аналогов мы, конечно же, отключаем. Если у тебя видюшка более древняя, слабая и так далее, то можешь, конечно же, при желании ее включить. Минимальное разрешение в игре зависит только от твоей конфигурации. Если у тебя очень слабый ноут, очень слабая видеокарта, то можешь оставить на 75. Если у тебя 1050, то можешь поставить 85-100. Как-то так. Далее масштаб прорисовки. Здесь ставим по выбору и разрешение в игре оставляем на 100%. Снова же, если ПК слабый, то можешь его понизить. Ставить выше не рекомендую. Частота смены кадров. Ставим по выбору. И можешь поставить, допустим, максимальное значение, как это сделал я. По сути, разницы особой нет, потому что в игре 600 кадров все равно не будет, но тем не менее. Вертикальная синхронизация. Для всех шутеров, конечно же, отключаем. Буферизация. Еще одна буферизация. Отключаем. Nvidia Reflex. Включить плюс буст. Кушает немножко кадров. Поэтому для слабых систем лучше отключать. И нажимаем применить. Переходим на качество. Графики. Здесь начинается самое интересное. Перед тем, как я покажу свои настроечки графики, я скажу пару слов. Вот моя система у тебя на экране. Тесты я проводил именно на ней. И некоторые параметры никак не влияют на FPS. Это в моем случае на моей системе. Если же у тебя система другая, что в 99% случаев именно так, то наши параметры, точнее влияние на наши параметры, может кардинально отличаться. Допустим, качество текстур. В моем случае не влияет. Среднее, низкое, высокое, вообще не важно. Один и тот же FPS. У тебя может иметь значение. В первую очередь это объем видеопамяти. Если у тебя 4 гига и менее, ставишь среднее, либо низкое. Если у тебя более 4 гиг, ставишь высокое. Фильтрация текстур. На эпике у нас забирают около 15 кадров. Каждый последующий параметр, ультра, высокие, понижается на 5-6 кадров. Для себя нашел значение, это среднее. Детализация тумана. Кушает невероятно много кадров. Если сравнивать низкое и ультра, то порядка 120. Отражение. В моем случае на FPS никак не влияет. Ты же можешь потестить, отключить, поставить среднее, высокое и так далее. Я оставляю на высокое. Тени. На ультрах кушает в районе 90 кадров. Низкие и средние около 15. Если у тебя есть желание включить тени, то только низкие, либо средние. Высокие и ультра ни в коем случае не ставь. Детализация моделей. Разница между низкое и ультра около 10 кадров. А вот уже между низкое и высокое 5-6 фпс. Я оставляю на высокое. Детализация эффектов. Высокое и ультра забирает 15-20 кадров. Низкое и среднее 1-2 кадра. Поэтому ставим среднее. Качество освещения. Разница между низкое и ультра в моем случае никакого. Вообще. Поэтому тут можешь ставить по желанию, но не рекомендую ставить все-таки ультра, потому что в замесах мало ли что, а резкие просадки нам не нужны. Поэтому ставим либо среднее, либо высокое. Сглаживание. Тут немножко все интересно. Рекомендую оставить его в самую последнюю очередь. Качество рефракции. На фпс в моем случае никак не влияет. Я выбираю высоко. Затенение окружения. Кушает на высокое около 120 кадров. Я не знаю зачем это, как это работает. Но тем не менее. Что имеем, то имеем. Низкое кушает 50-60 кадров. То есть в 2 раза меньше. Я лично рекомендую отключать. И отключать обязательно. Локальные отражения. Около 3-5 кадров. На слабых системах конечно же отключаем. На более мощных можешь по желанию включить. Качество эффектов урона. В моем случае на фпс никак не влияет. После всех этих настройок, они у нас получаются как-то так. Это пресет для средних и выше пк. У нас остается сглаживание. Допустим у тебя там 300 фпс стабильно. То можешь поставить смело высокое. Если у тебя 200 кадров, то лучше поставь на среднее. Если конечно же сотка и ниже, то лучше отключить. Если с такими настроечками фпс у тебя все равно мало. То фильтрацию текстур ставишь на низкое. Динамическое отражение. Низкое. Детализация моделей. Среднее. Сглаживание конечно же отключаем. Качество рефракции. Среднее. Локальное отражение тоже отключаем. Ну и на всякий случай, качество эффектов урона ставим на низкое. Потому что еще раз повторюсь. У нас с тобой системы разные. У меня в замесах эффекты никак не влияют на фпс. Но в твоем случае, все может быть совсем наоборот. Получаем настроечки как-то так. И нажимаем применить. Ну и здесь у нас есть вкладочка описание. Тоже можешь включить на показывать фпс. Температуру по желанию. Ну обязательно это фпс и задержку сети. Переходим на специальные возможности. Здесь у нас есть дрожание камеры. Ее лучше поставить на уменьшено. То же самое дрожание индикаторов. Можешь включить, можешь отключить. Но я думаю, мне кажется отключить будет поудобнее. Цветовая слепота есть очень интересная фишечка. То, что врагов ты можешь поставить не красный, а желтый. Их видно в разы лучше, но нужно привыкнуть какое-то время. Но если ты привыкнешь, тогда будет самое то. Потому что желтый цвет, как по мне, выделяется в разы ярче. Многие так ставят, не только я один. Поэтому смотри сам. Ну и после всех этих настроечек выходишь из игры. Во-первых, нам нужно будет применить настройки. Во-вторых, сделать небольшую оптимизацию твоей системы. После того, как настроили графику в самой игре, мы качаем архив по ссылке в описании и перекидываем папку на рабочий стол. Здесь у нас есть две папки. Приложение MSI-TLV3 и схема питания. Давай сначала откроем схему питания. Если вдруг у тебя уже есть схема питания максимальная производительность, тогда пропускаешь этот пункт. Если же нет, мы копируем команду. Нажимаем pkm, копировать. pkm на пуск. Windows PowerShell Administrator, либо командная строка. Нажимаем да. Ctrl плюс V и Enter. Закрываем. Закрываем. Нажимаем поиск. Пишем. Панель управления. Электро питание. Показать доп. Схемы. И ставим галочку на максимальная производительность. Теперь нам нужно перейти в папку с игрой. В моем случае это диск Е. Games. Battle.net. И я создал папку Battle.net. Открываем Overwatch. Папка Retail. И находим приложение Overwatch. Нажимаем pkm. Свойства. Совместимость. Ставим галочку на отключить оптимизацию во весь экран. Далее параметры высокого DPI. И ставим галочку на режим масштабирования. Нажимаем ОК. Применить и ОК. Если вдруг начались проблемы, то галочку здесь убираешь. То же самое касается и высокого DPI. Нам нужно скопировать путь к самому приложению. Нажимаем pkm. Копировать. Далее поиск. Пишем. Настройки. Графики. Если у тебя есть аппаратное ускорение, тогда можешь его включить. После всех этих настроек не забудьте сделать перезагрузку своей системы. Мы же нажимаем обзор. Вставляем наш скопированный путь. Далее Enter. Находим приложение Overwatch. Добавить. Параметры. И ставим галочку на высокая производительность. Сохранить. Эта настройка подходит больше для ноутбуков, либо у кого две видеокарты. Нажимаем pkm на пуск. Диспетчер устройств. Находим системное устройство. Опускаемся немножко вниз. Нас интересует высокоточный таймер событий. Нажимаем pkm и отключить это устройство. Нажимаем поиск. Пишем. Xbox Game Bar. Если он у тебя конечно же есть. Если его нет, тогда пропускаешь этот пункт. Нажимаем настройки. Переходим на создание клипов. Здесь мы обязательно убираем галочку с записывать в фоновом режиме. Далее нажимаем закрыть и закрыть. Теперь сделаем быстренькую настройку твоей видеокарты. Если у тебя видеокарта от Nvidia. Нажимаем pkm на рабочем столе. Панель управления Nvidia. Для более слабых видеокарт ты можешь поставить галочку на пользовательские настройки с упором на производительность. То есть ползунок влево. Далее переходим на управление параметрами 3D. Если ты поставишь на производительность, у тебя фильтрация и вертикальный синхроимпульс отключатся. Если тебе нужна вертикальная синхронизация, то можешь ее здесь включить. То же самое касается и антитропной фильтрации. Что собственно я и сделал. Далее опускаемся вниз. Находим gp rendering opengl. Выбираем нашу видеокарту. Частота обновления твоего экрана высшая, доступная. Размер кэша шейдеров. Если ты играешь в разные игры, то ставишь 10 гигабайт. Если у тебя парочку игр, то по умолчанию для драйвера. Режим низкой задержки. Если видеокарта слабенькая, то выключаешь. Если у тебя серии RTX, то включить либо ультра. Режим управления электропитанием. Выбираем режим максимальной производительности. Далее опускаемся в самый низ, находим фильтрации, текстур, качество. Мы выбираем производительность, либо же высокая производительность. Ну и конечно же включаем антитропную оптимизацию и трилейную оптимизацию. Нажимаем применить. Переходим на настройки surround. Здесь нас интересуют настройки physics. Если у тебя видеокарта мощнее, чем процессор, то выбираешь свою видеокарту. Если наоборот, то ставишь автовыбор. Выбор. Если же у тебя видеокарта от AMD, открываем наш архив. Настройка видеокарты. Здесь у нас есть две папки. Для AMD и для Nvidia. Для Nvidia я указал все более подробно, если будет интересно. Переходим на AMD Radeon. Здесь у нас тоже картинки с настройками драйвера для твоей видеокарты. По сути то же самое. Какие функции включить и какие функции отключить. В нашем архиве находим MSI-Util V3. Нажимаем pkm. Запуск код имени администратора. Да. Находим нашу видеокарту. Ставим галочку на MSI. Приоритет выбираем High. И нажимаем Apply. Самое интересное, которое действительно работает, это твики реестра. Здесь у нас есть пять файлов реестра. Перед тем, как сделать их активацию, я рекомендую сделать бэкап файлов реестра. Как это делается? Читаем здесь, либо гуглим. Первые два файла реестра отключают Xbox Game Bar. Если ты используешь Xbox Game Bar, то эти два файла пропускаешь. Потому что, как многие мне писали, действительно, плюс 15-20 кадров сверху. Это касается всех игр. Нажимаем pkm, слияние, game.vr2 pkm и слияние. Если вдруг у тебя нет слияния, нажимаешь два раза lkm, либо через enter. Да-да и окей. Отзывчивая систему pkm, слияние, сетевой троттлин, pkm, слияние и системный приоритет тоже pkm и слияние. Если вдруг ты забыл сделать бэкап файлов реестра, тебе нужно их вернуть. По ссылке в описании переходишь в мой дискорд сервер. Ищешь здесь архивы. Далее в закрепе я оставил, как вернуть файл реестра. Качаешь этот архивчик и там так же само возвращаешь через pkm и слияние. Нажимаем поиск. Пишем параметры режима игры. Игровой режим мы оставляем включенным. Записи. Все, что у тебя здесь будет, все ты отключаешь. Если ты сделал слияние файлов реестра, то у тебя будет так же само, как и у меня. Переходим на Xbox Game Bar и обязательно его отключаем. Далее, главное, конфиденциальность. А опускаемся в самый низ и находим фоновые приложения. Здесь у нас есть два варианта. Отключить все фоновые приложения, как это сделал я. Либо же отключить те фоновые приложения, которые мы не используем. Либо используем, но крайне редко. Допустим, Xbox, Xbox Game Bar, калькулятор и так далее. Все это можешь спокойно отключать. Делаем регистрацию нового аккаунта в Blizzard. Страну выбираем Казахстан. А номер телефона подойдет абсолютно любой российский оператор. Подтверждаем код, который нам пришел. Заходим в Battle.net на своем ПК. Вуаля! Overwatch 2 у нас в библиотеке. VPN и никакие другие способы мне не помогли. Только создание нового аккаунта на Казахстане. Наслаждайся игрой. После всех этих настроек залетаешь в игру и наслаждаешься. Если не высоким FPS, то по крайней мере стабильной и плавной картинкой. Как говорится, до скорых встреч.